Молдаване по-настоящему несчастные и невезучие люди. Мало того, что выборы президента выпадают на пик эпидемии, сегодня уже по тысяче выявленных заражений в день, сами эти выборы никаких изменений к лучшему не принесут. Изменения могут произойти после досрочных парламентских выборов, но и этих, похоже, не будет. Это несмотря на то, что господин Дадон говорил не раз о их необходимости и о распуске нелегитимного парламента. Анализ ситуации указывает на то, что при любом исходе президентской кампании Игорь Дадон будет сколачивать новое старое устойчивое большинство и консервировать ситуацию. Отсюда разговор о стабильности и тому подобное. Что это будет за большинство? Угадать несложно. Блокирование суда над Илоном Шором, главным фигурантом кражи миллиарда, прямо указывает на то, что партия Шора будет одной из составляющих частей будущей коалиции. Блокирование, надо понимать, происходит по указанию президента, которому шоровские депутаты нужны. Итак, в новой коалиции будут социалисты и депутаты от партии Шора. К ней присоединятся очередные перебежчики из ДПМ, Никифорчук и еще кто-то. Туда же придет партия во главе с Андронаки. Много говорится сегодня о том, что последний купит какое-то зарегистрированное формирование и перетянет в него предателей из Молдова, то есть заставит некоторых депутатов оттуда предать снова. Одним словом, большинство формируется и оно будет полностью контролироваться Игорем Дадоном. Шора он шантажирует судом, Сандронаки продолжает воровать по схемам, остальным будут выплачиваться ежемесячные стипендии пенсии в несколько тысяч евро. На такой исход работает и бегающий по миру Плохотнюк, перетасовывая контролируемых им депутатов в угоду Дадону. Победа Игоря Дадона для Плохотнюка жизненно важна. Это гарантия его свободы. Дадон боится ареста и привоза Плохотнюка в Молдову, боится разоблачений, поэтому будет и дальше имитировать преследование мафиози. С другой стороны, победа проевропейского кандидата радикально ускорит арест и суд над Плохотнюком. На интересы Дадона работает и Влад Филат, для которого важно не быть осужденным за совершенные преступления, за коррупцию, воровство, узурпацию власти и тому подобное. Дадон во главе государства гарантия того, что правосудие в отношении Филата не будет осуществлено. Так называемое возвращение Филата в политику, это простая попытка не вернуться в тюрьму. На Дадона работают и другие политические силы, для которых досрочные выборы равнозначны политической катастрофе. Они покидают парламент, потому что попасть в новый шансов нет. Нетрудно понять, о ком идет речь. Весь этот цирк будет проходить на фоне нарастания пандемии. Президент уже объявил решение чрезвычайной комиссии об объявлении красного кода заражения ошибочным и собирается проводить полномасштабную с многолюдными встречами, с поездками по стране избирательную кампанию. Что для нас всех важно в этот период? С моей точки зрения, необходимо сохранить здоровье и жизнь. Это главное. Если выборы все-таки состоятся, то голосовать не столько сердцем, сколько головой. То есть думать, анализировать, прежде чем отдать тому или иному кандидату свой голос. Одно очевидно – нужны перемены.